Всем привет, я Даша. Сегодня я вам буду рассказать о своём втором читательском дневнике. Я немножко поднабралась опыта, но, как ни странно, я думала, когда я начинала с самого первого читательского дневника, это всего лишь второй сейчас будет, думала, как-нибудь чушь начну вести, и ко второму буду что-то менять. Но нет, всё осталось на том же уровне, и так выглядит он у меня вот таким образом. Эту наклейку я приклеила сама. Не смотрите, что она не столько по центру. Дело в том, что я из одной из книг переписала рецепт. Когда готовила, положила в раскрытом виде на плиту. Дело в том, что духовка была включена. Видимо, она растворила немножко этот клей от наклейки, и та съехала под весом. Поэтому вот так и вышло. Сбоку есть пометка, что вторая часть, в какие, так сказать, ввёлся дневник, он закончился невероятно удачно в конце декабря. И хотя я с читательскими дневниками не проделываю тот же фокус, что и с личными, то есть я начинаю новый не с Новым годом, а тогда, когда закончится предыдущий. Так вот, этот просто вообще идеально закончился в конце года. То есть начался новый год, начался новый дневник, но вам я его покажу только когда и спешу. Итак, открываем. Как и в предыдущей части, на передних страницах, с одной стороны, расшифровка разных значков, которыми я сопровождаю текст. Между прочим, не недооценивайте их. Я их в своё время недооцениваю, очень жалею. С помощью них очень легко ориентироваться в тексте и находить нужное. И рядышком со всеми страницами начинается содержание читательского дневника, с которого никуда. Сначала я его вела как и в предыдущей прописи. Кстати, начал мой читательский дневник целый цикл книг, «Толкина», «Хоббит» или туда и обратно, «Сынка лица», «Король за счастье» и так далее. И признаться, без читательского дневника я бы давно прочно и вообще бы сразу абсолютно потерялась во всех родословных, во всех именах, кто кем является, кто чей потомок. И это было бы грустно, но читательский дневник стал настоящим спасением. Так вот, вела я его, вела, как обычно. А предыдущий я исписала за три месяца. И тут понимаю, что и этот я исписываю точно так же быстро. Думаю, ну не порядок, надо что-то делать, надо что-то предпринимать. Пила я, кстати, долго. Начала его 10 августа. И только 13 октября сообразила, что что-то как-то быстро он у меня начинает заканчиваться. Я начала писать печатными буквами, потому что так в одну строчку помещается больше текста. И более того, если раньше я абсолютно все писала через клеточку. Ну, в данном случае линейка, кстати, я никогда не переделила лично линейку. Что-то в линейку. Как мне кажется, так на меня влияет. Линейка вбивает в творческое начало. В тетради, в линейку не хочется ни рисовать, ни как-то в плане дизайна украшать страницы. Кстати, в этом плане у меня, я абсолютно без вкуса, у меня нет никакого вкуса, ни понятия, ничего. Учитывая, что я здесь, как и в первой дневнике, края страниц продолжала новой книги отмечать декоративным скотчем. У меня, я на что-то плохо с головушкой, потому что, во-первых, я считала, что это облегчит мне открытие нахождение книги, записи о ней. И с точки зрения среза страниц будет красивуче. Ни первая, ни вторая цель этим не была достигнута. И, кстати, в спойлер, в третьей части читательского дневника я ушла от этого наконец-то. Так вот. И 13 октября только я сообразила, что написать печатаем буквы-то, во-первых. И, во-вторых, да, если я пишу свое мнение, я по-прежнему писала через клеточку. Буду называть это так уж, извините меня. Как-то мне непривычно говорить через линеечку. Потому что, мало ли, вдруг я что-то забуду приписать, и потом будет физически возможно это сделать между строчками. В каждой клеточке я стала писать цитаты и интересную информацию. Допустим, вот 13 октября с книги «Плизок оперы» Гастона Лерой я начала писать таким образом. И вот, например, я указываю просто интересную информацию. Не цитата, а вот. «Каруганы» — это брутонское слово, охватывающее большую группу сказочных существ. Домовых, феи, эльфов, злых духов. То есть, вот такие вещи тоже я стала писать абсолютно в каждой клеточке. Это здорово начало мне экономить место. И я стала медленнее списывать личные книги. Если предыдущий читательский дневник я списала буквально за это 4 месяца, точно не скажу, то этот… Ё-моё, я его также исписала. Начала 10 августа, закончила 29 декабря. То есть тоже 4 месяца. Но у меня есть отмазка, ребят. У меня есть отмазка, потому что половина этого читательского дневника была исписана мною старым способом. То есть из 235 страниц, коих здесь именно такое количество, только на 123 я начала писать новый способ. Поэтому всё, не считается. Эксперимент не чистый. А вот на третьей части мы уже посмотрим. К тому же, что за счётки… Я раньше думала, до чего удобно брать именно ежедневники с этой целью. Потому что здесь есть уже сразу ячейки на одной странице и на другой странице. Они не для дать. Я на одной пишу, значит, начало книги. На другой, соответственно, когда закончила читать, чтобы сразу вся эта информация была видна. Однако такой метод тоже расходует страницы, потому что фея всегда получается… Даже если описание книги занимает только одну сторону, приходится заполнять и вторую, потому что… А как мне ещё указать, когда я закончила читать, да? Если брать не датированной, а чертить самой, да, придётся читать и рисовать самостоятельно, но зато её не с тобой. Но за счёт твоего фактора, что если, допустим, описание книги пусть занимает только одну страничку, то, как бы, вторую не придётся задействовать только для того, чтобы указать конечную дату чтения. Итак, и все обозначения, которые я использовала рядом с названием книги и автором, они так и остались. То есть, как я указывала смайлик рядом с датой начала чтения, а также формат, в котором я читала, так оно осталось. Теперь, ну, и на случай, если вы не видели предыдущую часть моего видео про самый первый читательский книг, скажу, зачем вообще это надо. Во-первых, задействуется механическая память, и вы вспоминаете гораздо больше из книги, чем могли бы запомнить, просто её читая. Во-вторых, это безумно, как мне кажется, интересно. Может, это касается только зануд, а я та ещё зануда. Но, как мне кажется, так читать действительно интереснее. И те книги, которые сразу вызывают у меня отражение, у них появляется шанс на прочтение, потому что мне интересно поплеваться в сторону книги в письменном виде. И мне это помогает довести начатое до конца, потому что я поплевалась, и мне вроде как легче стало. Сразу скажу, что я, конечно, не все эти книги прочитываю до конца, если они мне не нравятся. А только если они небольшого формата, и вызывают не такое уж и сильное отражение. Раньше без читательского дневника я всё-таки не дочитывала все. А здесь как бы процент прочитанного повысился. Книг, который не очень подошел, скажем так. Кроме того, когда вы переносите свои мысли на бумагу, вы как бы тренируетесь озвучивать свои мысли. И, хотя я веду ещё и личные книги, мне кажется, я стала лучше озвучивать свои фразы, как вам кажется. Хотя муж, конечно, меня и любит. Кроме того, в некоторой книге написано так, вот как, например, «Слые кольца», что некоторые имена просто не хватает внутренних способностей запомнить. Но мне не хватало. И то, что вы делаете заметки, здорово помогает, выручает. Ну, мне кажется, что это всё-таки немножко развивает какую-то внутреннюю творческую жилку. Потому что я, например, сейчас стала оформлять и личные книги, и читательские успешнее, чем раньше. А я до сих пор придерживаюсь той точки зрения, что мне это не удаётся сделать красиво. Вот. И так получилось странно. Я только сейчас заметила, когда стараю вам рассказывать, я начинала читать книжный цикл «Жанна Фэнтези». И заканчивала точно так же. Заканчивала я циклом книг «Часа Ди» и «Наталья Ищева». Начала его 21 декабря и закончила 29-го. Вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, вам было интересно. Побываем на это. Всем пока-пока и до скорых книг.